Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас тематический вебинар, определяем уровни поддержки и сопротивления. Перед началом нашего вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, большое всем спасибо! Тогда мы начинаем наш вебинар, если все в порядке. Для начала мы поговорим о теории и затем уже перейдем к практике. То есть, откроем наш торговый терминал MedTrader 4, включим трансляцию рабочего стола, где я вам покажу, как определять уровни, что такое уровни, какие уровни наиболее эффективны. То есть, вначале немного теории, затем уже перейдем к практике и потом, скажем так, все это завершим, все это резюмируем. Я вижу поступать от вопроса по паре евро-долларов. Действительно, у нас очень интересные события. Ну, как вот вы видите, сегодня на нашем вебинаре по обзору рынка я говорил о том, что ожидаю рост котировок пары евро-доллар в область 28-й фигуры. Мы сегодня показали максимум 27.90. Также я говорил о том, что где-то на отметке 1.27.27 или даже чуть ниже, 27.18.19. Если вы продавали накануне пару евро-долларов, лучше пока шарты закрыть без убыток и подождать уже, смотреть, скажем так. Сегодня два сценария, они оба реализовались. Если вы в шартах стояли, то вы могли закрыть все по без убытку, либо даже с символическим плюсом. Если вы, допустим, решили покупать в первой половине дня, то, скажем так, вы могли также на этом заработать. Поэтому переходим к нашему вебинару. Пару фраз евро-доллар я сказал, потому что вопросы в чат были. Завтра мы в 10.30 также поговорим о паре евро-доллар на нашем традиционном вебинаре «Ежедневный обзор валютного рынка». Переходим к вебинару. Определяем уровни поддержки сопротивления. Стоит отметить, что для того, чтобы определять данные уровни, необходимо анализировать различные графики. Причем анализировать необходимо от большего интервала к меньшему. То есть сначала, допустим, берем месячный график или недельный. Я вот сам лично использую недельный график и дневной график. И после чего уже перехожу на часовые свечи. Но на часовых свечах я работаю достаточно редко. Все же уровни я определяю именно по недельным и дневным графикам. Вы также можете использовать и часовые свечи. Допустим, также можете использовать и пятиминутки. Есть различные стратегии. Я знаю по торговле именно по уровням. Допустим, строить уровни поддержки сопротивления. Определять там тренд на дневном графике. Переходить на пятиминутки. Такие стратегии есть. Я не знаю, хорошо они работают или нет. Потому что я сам их лично не использовал. Я определяю по фундаментальному анализу тренд. А уже по уровням, по недельным и дневным. Я вхожу в позицию. И также размещаю ордера, либо ордера Stop Loss и Take Profit. Также хотелось бы отметить, что вот лично на мой взгляд, вот у меня такое мнение, что таймфрейм 4 часа, он не несет в себе абсолютно никакой логической информации. Не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Потому что этот интервал, он в принципе ничем не обозначен. И у нас, допустим, есть неделя. Это торговая неделя. Потом есть 5 торговых дней. Есть выходные. Выходные завершились. Суббота, воскресенье. Мы вновь начинаем новую торговую неделю. Здесь все понятно. Есть торговый день, сутки. То есть здесь тоже все понятно, как у нас она изменялась за сутки. Есть интервал, допустим, 4 часа. В наших терминалах MedTrader 4 я вот лично не понимаю, что это за интервал. И какую смысловую нагрузку он в себе несет. 4 часа у нас не означает абсолютно ничего. Если, допустим, смотреть по сессиям. Допустим, у нас есть азиатская сессия. Есть, допустим, европейская сессия. То они длятся больше, чем 4 часа. Они длятся, допустим, порядка 8-9 часов. Получается, нужно использовать не один масштаб 4 часа, а, допустим, 2 масштаба. То есть 2 свечки. Либо одну свечку 8-часовую. У нас, допустим, 8-часовой свечки нет. Поэтому я лично 4-часовые свечки не использую. Часовые свечки использую иногда. Достаточно редко. Но, как я уже говорил, если, допустим, сравнивать часовые свечки и 4-часовые свечки, то часовые свечки, на мой взгляд, несут в себе больше смысловой нагрузки, чем 4-часовые свечи. На 4-часовке фигуры хорошо видно и отыгрываются. Возможно, фигуры видны, но я еще раз повторю, никакого смыслового содержания они в себе не несут. Потому что у нас 4 часа не означает абсолютно ничего. Это никакой период он в себе не несет. Поэтому я не знаю. Можно, конечно, использовать. Но я лично не использовал 4-часовые свечки и, скажем так, ничего вследствие этого не потерял. Рассмотрим свойства экстремумов. Уровни определяют по экстремумам. Наиболее сильные уровни, как я уже говорил, выбирают недельные и дневные экстремумы. Также нужно смотреть на часовые свечки. Уровни и линии проводятся через экстремумы. В графическом анализе тенденция или отсутствие определяется на основе чередующихся экстремумов. Зачем нам нужны, допустим, экстремумы? Необходимо отметить, что чем сильнее экстремум, тем сильнее у нас уровень. И на сильных уровнях участники рынка размещают свои ордера. Участники рынка имеются в виду крупные участники рынка, от торговли которых происходит резкое изменение котировок. Мы, наша компания FreshForex, проводим вебинары основы валютного рынка по вторникам. В 5 вечера по Москве еженедельно. И вот там, на этом вебинаре, я всегда рассказываю, из чего состоит пищевая цепочка валютного рынка Форекс. Там я говорю, что есть, допустим, странные банки, есть маркетмейкеры, которые предоставляют платные услуги. А есть, допустим, корпоративные клиенты, корпорации, у которых есть отделы хеджирования, которые занимаются конвертацией валюты, размещая заявки на различных уровнях. И также есть инвестиционные фонды различные, страховые фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, которые тоже обладают большими капиталами, которые тоже за их торговлю также способны вызвать сильные изменения котировок на валютном рынке Форекс. И не только на валютном рынке Форекс. Сегодня мы будем искать экстремумы, сильные уровни, не только на валютных парах, но также и на фондовых индексах. Поэтому нам необходимо смотреть за сильными экстремумами. Что касается тенденций, то в графическом анализе, как я уже говорил, выделяют тенденцию на основе чередующихся экстремумов. Если, допустим, у нас экстремумы растут, то мы имеем дело с восходящим трендом, с бычьим трендом. Если у нас экстремумы снижаются и максимумы, и минимумы, то мы имеем дело с восходящим трендом, с медвежьим трендом. Если у нас экстремумы, в принципе, никак не изменяются, мы наблюдаем рост и снижение, но нет ярко выраженной тенденции, то мы говорим, что у нас боковая тенденция, боковик, флэт, горизонтальный флэт и так далее и тому подобное. Что такое уровни поддержки и сопротивления? Наверное, кто-то может задать такой вопрос. Возможно, кто-то знает, возможно, кто-то не знает, поэтому тоже немного об этом поговорим, чтобы нам двигаться дальше. Уровень поддержки – это горизонтальные линии, соединяющие в себе ряд последовательных локальных минимумов, либо, допустим, один сильный минимум. Уровни сопротивления – это горизонтальные линии, соединяющие ряд последовательных локальных максимумов или один сильный максимум, Потому что бывает так, что у нас нет двух одновременно сильных максимумов или минимумов, но есть один очень сильный и по нему мы тоже можем прочертить. Уровень, это тоже все вписывается в конфигурацию уровней поддержки и сопротивления. Стоит отметить, что в трендинге нам важна динамика. Максимумы и минимумы возрастают. Как я уже говорил, мы имеем дело с бычьим трендом, максимумы и минимумы снижаются, мы имеем дело с медвежьим трендом. Поэтому, как говорится, единственная поговорка, the trend is your friend, поэтому она переводится как тренд твой друг, наиболее эффективно все-таки, на мой взгляд, торговать по тренду. При торговле по тренду, конечно, допустим, можно многое не заработать, но, на мой взгляд, можно многое не потерять. Наша задача в задачах трейдеров вначале сначала сохранить свои деньги, то есть сохранить свой торговый капитал, после чего уже его приумножить. И, на мой взгляд, всегда лучше всего торговать именно от риска, от стопа. Я вот сам перед тем, как открывать торговую позицию, я всегда определяю сначала риск, сколько у меня риск на сделку. И после этого я уже думаю о том, где мне открывать позицию, о каких, допустим, доходах можно рассчитывать. Если вы сначала будете делать все наоборот, сначала думать о возможных прибылях, а потом уже будете думать о рисках, то обычно это все заканчивается чревато, либо потерей части депозита, либо потерей полного депозита. Поэтому, если, допустим, вы видите сильные, хорошие движения, и вы думаете, вот сейчас необходимо быстро встать в рынок и попытаться на этом заработать, нет, всегда сначала взвести риски, чтобы у вас риски и доходы были сбалансированы, чтобы у вас не было такого сильного перекоса. Допустим, вы увидели тренд, тренд увидели очень поздно, но он сначала развивается, не спеша, а потом усиливается. Вы всегда сомневаетесь, тренд это или нет, или скоро будет разворот. Очень многие трейлеры как раз именно считают, что у нас тренды бывают очень редко, и поэтому скоро цена вернется, скоро у нас будет разворот, поэтому необходимо торговать против этой тенденции, то есть ловить контртренд. Вы знаете, это очень рискованное дело такое, ловить падающий нож, поэтому, если вы все-таки, допустим, видите, что тренд есть, и потом вы в него все-таки вошли, как говорится, есть такая поговорка «догнали уходящий поезд», бывает очень часто так, что вы вошли уже на пике, если тренд восходящий, или на минимуме, если тренд нисходящий. И поэтому не стоит всегда думать о доходностях, всегда торгуете от риска. Посмотрите, если, допустим, тренд очень сильно, допустим, вырос, или тенденция, либо пошла сильно вверх, то есть тренд восходящий, либо сильно вниз, тренд нисходящий, и вы в этот тренд не входили, а потом решили войти, все-таки осмотритесь, вдруг сейчас будет коррекция, и вы тем самым можете получить по этой коррекции стоп-лосс. Давайте сейчас включим трансляцию рабочего стола, где уже будем определять именно экстремумы, и затем уже будем определять уровни. Сейчас я запускаю трансляцию рабочего стола, Медтрейдер 4. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола. Да, отлично. Как мы говорили, мы сначала анализируем тренды на, не тренды, простите, экстремумы от большего таймфрейма к меньшему, то есть сначала недели, потом смотрим дни, после чего уже, допустим, можно смотреть часовики, но, на мой взгляд, наиболее эффективно именно день и неделя. Проанализируем графики пары евро-доллар, самая популярная валютная пара, а также фондовый индекс S&P 500, как самая популярная фондовый индекса. Да, отлично, всем видно, тогда начинаем определять экстремумы. Вот, допустим, начнем с S&P 500, популярный фондовый индекс, фьючерсный S&P 500, инструмент, популярный очень. Где у нас, допустим, здесь сильный экстремум? Экстремум у нас определяется, как конфигурация из трех столбиков. Средний столбик, вот, допустим, это первый столбик, это второй, это третий, так вот, второй столбик, средний, он должен быть либо очень сильно высоко, его тень, тогда у нас с экстремумом вычий, либо тень должна быть сильно вниз, тогда у нас будет экстремум медвежий. Здесь мы видим, что у нас есть тень вверх, тогда получается у нас это экстремум бычий, тем самым у нас получается экстремум 2026,6 пунктов. Я сейчас накидаю просто на глаз, не буду дословно вбивать в программе именно эти цифры, я вам буду говорить и буду на глаз так линии прочертить, поэтому возможно небольшие отклонения, там не 22,6, 22,5, поэтому не будем просто тратить время на именно такую точность. То есть экстремум у нас получается вот здесь, вот он экстремум 22,2022,6 пунктов. Где у нас еще получается есть ближний экстремум на недельных свечках? То есть у нас есть уже один уровень сопротивления, это исторический максимум по S&P. Вот здесь тоже у нас получается экстремум, вы видите, такая же конфигурация, то есть зеркально противоположно, здесь у нас один столбик, второй вверх, третий столбик здесь, медвежий, здесь у нас вот первый столбик, второй, свечка у нас бычий, тем не менее тени очень сильные и длинные вниз, и третий столбик вот здесь. Получается у нас есть также уровень поддержки. У нас есть сильный экстремум, экстремум на недельных графиках 1894,9. Вот мы прочертили такой диапазон. Где еще можно, допустим, выбрать экстремум? Экстремум можно найти вот здесь, смотрите, первый столбик, второй столбик, тень вверх, третий столбик здесь. Вот он тоже экстремум, 1991,7. Смотрите, еще какая интересная тоже закономерность. Вот видите, здесь экстремум у нас на 1894, мы его прочертили, экстремум в августе месяце был образован. А здесь мы видим тоже экстремум, получается, вот мы первый столбик, вот видим второй, и вот видим третий. То есть только единственная разница, здесь тень немного повыше, 1899. А здесь 1894, то есть небольшое отклонение, тоже все вписывается. Тем самым это указывает нам на то, что уровень очень сильный. Здесь мы подросли и отбились вниз, здесь мы корректировались вниз и отбились наверх. То есть вот этот уровень 1894 плюс-минус копейки, то есть область этого уровня поддержки, она очень сильная у нас сейчас. Здесь мы что еще наблюдаем на недельных таймфреймах? В принципе, из ближайших экстремумов больше сильных нет. Есть еще, допустим, вот здесь экстремум, если мы прочертим. Вот он у нас был образован в феврале месяце. Первый столбик, первая свечка, вторая и третья свечка. Здесь у нас получился по минимуму, вот мы видим длинную тень. У нас получается экстремум на 1737, у нас уровень поддержки. Прочертили мы экстремумы на недельках, переходим на дневки. Здесь, естественно, уровней гораздо больше, потому что чем меньше временной масштаб, тем больше можно найти экстремумов и больше уровней получится. Как видите, здесь у нас недельный таймфрейм, мы начертили 1, 2, 3, 4. Получается, грубо говоря, 4 сильных. Но вот здесь бы я еще, допустим, вот этот также экстремум обозначил как интересный, как важный. Первый столбик, второй, третий. Тени сильные вниз нет, тем не менее у нас получается конфигурация и тоже можно обозначить как уровень поддержки 1809. Как видите, уровней не так много. Переходим к дневному таймфрейму. Здесь, допустим, у нас ближайший экстремум очень сильный был образован совсем недавно, 2 октября, неделю назад. Вот у нас первый столбик, здесь второй, здесь третий. На втором столбике тень вниз длинная. Также еще хотелось бы отметить, чем больше тень, допустим, чем тень больше вниз или больше наверх, тем уровень также является сильным, тем уровень является также эффективным. Поэтому, когда мы видим такие, допустим, тени большие, это тоже нам указывает на силу уровня. У нас получается уровень 1925,8. Вот мы, например, вчера, посмотрите, мы снижались в понедельник, во вторник, вчера в среду мы также снизились, слегка преодолели этот уровень поддержки и от него сразу же отбились. То есть, видите, неспроста все это, то есть уровни работают, уровни достаточно работают неплохо. Опять же, еще раз подчеркну, уровень у нас получается на дневном графике. Ближайший также уровень здесь есть, допустим, у нас вот этот экстремум, первый столбик, здесь второй, мы видим тень наверх, 1978,3 и тенденция вниз. Сегодня мы подросли 1974,9, то есть мы не дошли, получается, 78,3 это 3,4 пункта и после чего сейчас снижаемся. То есть мы подросли в эту область, в области этого экстремума и снижаемся. Вчера мы немного преодолели вот область этого экстремума, 1925, то есть область уровня поддержки. Сегодня мы не дошли немного до уровня сопротивления, тоже немного снижаемся. То есть это нам говорит о том, что, как вы видите, уровни можно хорошо использовать. Еще ближайших уровней, то здесь, как вы видите, вот у нас был, допустим, уровень образован на недельках. Здесь экстремум, исторический максимум 2022, он также у нас получился и на дневках. Видите, конфигурация вверх, свеча, потом вторая свеча, тень вверх и потом третья свеча, тень вниз. Конфигурация есть, средняя свеча, у нас тень ее высокая и мы получаем уровень сопротивления. Поэтому здесь у нас получается сейчас S&P торгуется между уровнем поддержки 1925,8 и уровнем сопротивления 1978,3. Вот он сейчас находится в таком диапазоне и посмотрим, куда же он будет дальше из этого диапазона. Перейдем к паре евро-доллар. Здесь, как вы видите, у нас недельный таймфрейм, то есть мы наблюдаем не так много, допустим, у нас есть экстремумов. Вот, допустим, можно экстремум выделить вот на этом отрезке графика. Первый столбик, второй, третий, тень вверх. Получаем экстремум уровень сопротивления 39,93, 1,39,93. Он совпадает в том числе и вот с этим экстремумом. 1,39,66 в чем-то совпадает. То есть находятся они рядом и поэтому можно использовать эту область как область сопротивления. Также здесь можно использовать в качестве экстремума, допустим, вот такую конфигурацию. То есть первый столбик, второй и третий. Здесь, допустим, она совпадает в том числе и вот с этой конфигурацией. Мы можем ее немного поднять. Первый столбик, второй столбик, тень вниз длинно. И третий столбик, у нас он тень не перекрывает. Что хотелось бы отметить по конфигурации. Вы должны смотреть, чтобы у вас, допустим, тень второй свечи, вот первая, вторая и третья, она всегда была выше всех или ниже всех. Если, допустим, вот у нас здесь мы берем, какой пример можем привести, вот, допустим, вот этот отрезок графика. Вот здесь у нас первый столбик, здесь второй. Мы видим, тень присутствует, однако третья свеча, она все равно получается ниже, чем вторая тень. Это у нас не может засчитываться как конфигурация, как сильный экстремум. Это у нас не сильный экстремум. Здесь экстремума нет. Вот здесь у нас уже получается экстремум, вторая тень, она ниже всех. Здесь то же самое, вторая тень, она выше всех. то есть имеется в виду тень второй свечи. Что касается, допустим, ближайших экстремов, то вот здесь мы видим, на минувшей неделе котировка была 25.00, тень у нас 25.00, и здесь у нас на текущей неделе тень 25.08, то есть если у нас не будет сильного снижения завтра, то мы также можем обозначить это как уровень поддержки, 25 ровно. Что еще хотелось бы отметить, я уже также говорил, что чем длиннее тень, либо длиннее вверх, либо длиннее вниз, тем экстремум более сильнее. Как видите, здесь тень очень короткая, поэтому уровень такой менее сильный, чем, допустим, вот здесь, когда мы видим тень более такая длинная. Перейдем к дневному графику, это мы рассмотрели недельные графики. Теперь у нас график дневной, что мы здесь видим? Здесь ближайший уровень, где мы можем, допустим, его посмотреть, он у нас, возможно, будет даже и сегодня, в том числе, если мы завтра пойдем вниз. Пойдем вниз по паре евро-долларов, то есть у нас первая свеча, она вверх. Вторая свеча сегодня у нас, мы видим тень, тень такая приличная наверх. Если мы завтра будем снижаться, то у нас сегодняшний максимум 27.90 будет как уровень сопротивления. Если завтра снижаться не будем, будем расти, то уровня сопротивления у нас завтра не будет. Имеется в виду, если мы будем расти выше этой тени, поэтому вполне возможно, что вот у нас сегодня будет формироваться уровень сопротивления. Об этом мы уже узнаем, когда у нас завершатся торги в пятницу. Вот здесь, допустим, можно также, вот посмотрите, выделить уровень. Вот здесь мы видим первый столбик, второй столбик тень вниз, третий столбик здесь. Получаем уровень 28.58, уровень сопротивления у нас на сегодня. Если, допустим, мы переведем, надеюсь, алгоритм всем понятен. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, возникли у вас или нет какие-либо вопросы, как определять экстремумы, эти конфигурации. Если вопросы есть, мы сейчас обязательно их обсудим. Так, судя по всему, вопросов нет. Тогда мы опять включим трансляцию рабочего стола. Так, так все понятно. То есть, как остановилось движение вниз. Что имеется в виду остановилось движение вниз, Виталий, уточните, пожалуйста. Мы смотрим три свечи, да, три свечи для определения сильного экстремума. И вторая свеча у нас должна показать тень либо наверх, высоко наверх, выше, чем первая свеча и третья свеча. Тогда это экстремум на сопротивление, уровень сопротивления. Либо у нас вторая свеча должна иметь тень вниз больше всех. Тогда это у нас будет экстремум для того, чтобы провести уровень поддержки. То есть, в группе свечи, да, группа свеч, три свечи, три экстремума. Не просто, допустим, одна свеча, а именно три. То есть, первая, вторая и третья. Обратимся еще раз к консляции рабочего стола. Это мы с вами рассматривали, допустим, недельные таймфреймы, дневные. Сейчас, допустим, посмотрим на часовые свечки. Вот вы смотрите, здесь у нас можно очень много провести таких конфигураций, где у нас есть конфигурации по экстремуму. Допустим, вот вчера у нас были конфигурации, вот раз, допустим, столбик, тень наверх, второе, третий столбик, тень ниже, получается уровень 26.81. Потом мы опять видим этот уровень. Первый столбик, второй, тень наверх, третий. Потом мы опять видим этот столбик. Первый, второй, третий столбик. То есть, видите, получается, на часовом таймфрейме есть вот эти уровни, и примерно все они на одной полосе находятся. Потом мы вчера на минуту кафедрализировали в итоге этот уровень и пошли наверх с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, то у нас часовая свечка закрылась вот здесь вот, до минуток кафедрализировали. И получается, что вроде бы мы уже получили сигнал на покупку, однако, тем не менее, мы потом дальше снижались. Если, допустим, вы зашли с коротким стопом, ну, у нас уровень 26.81, стоп такой небольшой, там 20-25 пунктов или даже 30, то мы получили бы стоп. Потому что, видите, свечка закрылась, а потом дальше было снижение на 26.51, то есть минус 30 пунктов. Почему как раз я и говорю, что уровни на часовых свечках, там 30 минутки, 5 минутки, они работают менее эффективно. Уровни вот на дневных и недельных графиках, они более эффективны, чем вот такие уровни на часовых свечках. Но, тем не менее, их также можно использовать, если, допустим, вы видите, что они достаточно неплохо работают, то есть вы на истории потестировали, также их можно использовать. Я просто лично не сторонник, потому что на часовых свечках, с одной стороны, можно торговать и можно пытаться заработать, но, с другой стороны, там очень много ложных сигналов, все-таки на дневных и недельных графика сигналов ложных меньше. Ложные сигналы есть абсолютно везде, не бывает такого графика, такого периода, где нет ложных сигналов. Они у нас есть везде, тем не менее у нас на часовых свечках больше всего ложных сигналов. Сейчас мы с вами поговорили об экстремумах. При преодолении уровня, как входим? То есть свеча должна закрыться за уровнем, или как минимум две свечи должны закрыться за уровнем. Виталий, вот я лично, как использую, допустим, уровни, я жду, чтобы цена закрылась за уровнем, чтобы цена закрылась за уровнем, как минимум, на два размера спреда. То есть, допустим, спред по евро-доллару 2 пункта, значит, 4 пункта закрытия за уровнем, фунт-доллар, там, 3 пункта, значит, 6 пунктов за уровнем. Я лично для себя вот так определил такой фильтр, скажем так, фильтр пробоя, после чего я ожидаю снижение котировок чуть ниже этого уровня, так вот сейчас я вам показывал на примере, на часовом таймфрейме, включим еще раз трансляцию рабочего стола, я вот сам тоже просто увидел, что очень часто уровни именно работают так, то есть мы, допустим, определили уровень, здесь у нас свечка закрылась за этим уровнем, после чего я жду снижение котировок чуть ниже этого уровня, и там уже можно будет открывать позиции на покупку, либо на продажу, в зависимости от уровня. Единственное, что, допустим, я лично определяю сначала тренд, тренд к фундаментальному анализу, после чего я жду, чтобы это все было подтверждено и пробитием уровня. То есть, допустим, если тренд наверх, и мы пробили ключевой уровень, сильный экстремум, закрылись за ним, то есть фундаментальный анализ вверх, уровни пробили вверх, после чего ожидаю некоторой коррекции и вхожу в направление основной тенденции. Вот такой вот лично у меня подход. Помимо экстремумов, также можно еще использовать уровни Фибоначчи. Что это за уровни, сейчас мы об этом немного поговорим. Леонардо Пизанский, более известный под прозвищем Фибоначчи, это первый крупный математик средневековой Европы, итальянец, он выявил числовую последовательность Фибоначчи, так называемую, где каждое предыдущее число, оно, скажем так, больше, чем... где каждое последующее число, оно больше, чем предыдущее, на 1,61%. Получается, допустим, 3 больше, чем 2, на 1,61%. Или, допустим, у нас 5, умножаем на 1,61,8, получаем 8, 13 умножаем на 1,61,8, получаем 21 и так далее и тому подобное. Вследствие чего данные уровни стали применять в трейдинге, то есть трейдеры в 20 веке стали применять также эту числовую последовательность для того, чтобы искать коррекционные уровни, а также уровни расширения. Допустим, выделяют коррекционные уровни 0,23,6%, 0,38,2%, 0,50%, 0,61,8%, 0,76,4%. Обычно делают упор на уровни 0,38,2%, 0,50% и 0,61,8%. Также уровни расширения Фибоначчи выделяют, это 1,38,2%, 1,61,8%, 2,61,8% и так далее и тому подобное. Что касается уровней Фибоначчи, то сейчас мы тоже о них рассмотрим на нашем терминале Меттрейдер 4, поговорим. Допустим, как можно использовать уровни Фибоначчи. Стоит отметить, что в нашем торговом терминале Меттрейдер 4 есть много инструментов Фибоначчи. Вот, допустим, здесь у нас есть линии Фибоначчи, здесь у нас есть временные зоны Фибоначчи, здесь у нас есть дуги Фибоначчи, то есть в целом дуги и линии, они имеют много общего. Единственное, что там небольшой разный наклон, допустим, по именно стратегии, по именно числам Фибоначчи. Вот, допустим, если мы прочертим линии от минимума текущей недели, даже, получается, минимум недели предыдущей, до сегодняшнего максимума, вот у нас получается уровень Фибоначчи. Вот у нас, видите, какое получается совпадение. Мы прочертили экстремум, точнее, не экстремум, а уровень по часовым свечкам 1.26, у нас 81.82. И мы здесь чертим, допустим, от пятничного минимума до сегодняшнего максимума у нас на этой отметке 26.81 получается уровень коррекции 38.2%. То есть они совпадают сейчас и экстремум на часовках, и уровень по Фибоначчи. Допустим, и так вот выглядят именно решетки Фибоначчи, то есть их необходимо строить от экстремум, от минимума до максимума. Выбираем последний сильный максимум и последний, допустим, сильный минимум. Что касается сильного максимума, он у нас расположен на отметке 25.00. Это у нас минимум по паре евро-доллар пятница 3 октября. В качестве максимума можно взять, допустим, текущий торговый день. И вот так у нас выглядят эти уровни Фибоначчи. Здесь 38.2, здесь 50, здесь 61.8. Что касается, допустим, дуги Фибоначчи, то в целом это примерно то же самое. От минимума до максимума раскладываем эти дуги Фибоначчи. И вот мы получаем, что у нас 38.2, здесь вот у нас 50%, здесь 61.8. То есть здесь вы видите у нас по линии Фибоначчи уровень 38.2 получается немного повыше на пару пунктов, по дугам немного пониже. То есть в целом никакой разницы нет, кому что удобно. Если вам удобно уровни, применяйте уровни. Если вам удобно использовать дуги, применяйте дуги. Так, поступили вопросы. Как правильно чертить уровни слева направо или справа налево? А то в разных источниках по-разному трактуют. Вы имеете в виду уровни Фибоначчи? Виталий, уточните, пожалуйста, чтобы было понятно. Если уровень Фибоначчи, то смотрите, берем, допустим, я уже говорил, минимум пятницы и максимум текущего дня, и вот прочертили, вот у нас движение. Видите, движение вверх, да, движение вверх, и вот здесь мы получаем эти коррекции. Так, Фиба, ну вот здесь у нас получилось слева направо. Вы знаете, я, честно говоря, даже не задавался таким вопросом, как чертить слева направо, справа налево. У меня почему-то вот всегда так получается. Если, допустим, мы смотрим, понимаете, все зависит от, я понял ваш вопрос, так, я просто, скажем так, об этом не задумывался, слева направо, справа налево, я теперь понял, про что вы спрашиваете. Спасибо вам за вопрос, за уточнение. Если у нас тенденция восходящая, то мы чертим слева направо, получается. Смотрите, мы берем слева минимум и направо ищем максимум, и вот получаем у нас коррекцию для этого восходящего движения. Если у нас тенденция нисходящая, вот, допустим, берем дневной график по паре евро-доллар, здесь мы видим первую волну вниз, потом видим коррекцию, потом вторая волна вниз. И вот давайте, допустим, посмотрим, что же у нас было именно вот в этой второй волне падения. То есть это первая волна падения, это вторая волна падения, возьмем это за вторую волну падения. Да, дневной график сделаем просто, чтобы было более наглядно и посмотрим, что же у нас здесь было. И вот, допустим, у нас тенденция вниз, поэтому мы чертим, получается, с... Так, это у нас слева и направо, и здесь. То есть, получается, всегда, значит, слева направо. Честно говоря, я просто не сдавался вот этим вопросом, там, слева направо, справа налево. Все достаточно просто. Если тенденция нисходящая, чтобы найти коррекцию, мы чертим FIBA от максимума до минимума. Сначала прикладываем к максимуму, затем к минимуму. То есть, если у нас тенденция вниз, если тенденция у нас наверх, то сначала FIBA ставим на минимум, потом уже на максимум и получаем вот эту тенденцию. Я надеюсь, всем понятно, как чертить Fibonacci. Просто в других компаниях видел, как чертят справа налево, соответственно, по-другому они вырисовываются. Поэтому, может быть, и по-другому. Я лично для себя вот использовал всегда так, и в том числе смотрел различные книги по теханализу. Я очень много тоже времени изучал теханализ, поэтому в том числе и там я читал, что необходимо чертить коррекцию Fibonacci именно вот по такой последовательности. Поэтому делаю в том числе эту же последовательность. Поэтому нам интересны тоже уровни коррекции 0.38.2, 0.50 и, допустим, 0.61.8. Вот смотрите, допустим, у нас здесь минимум, здесь у нас максимум локальных дел, у нас коррекция получается. Первая коррекция это 26. 26. Сейчас я ее начерчу. Так, опускаем здесь 26.79. Возможно, на большие отклонения плюс-минус один пункт. Вторая 26.45. Это коррекция 50%. И третий уровень коррекции 61.8. 26.12. Вот мы получили три уровня коррекции по Fibonacci на текущую краткосрочную тенденцию. Потому что у нас текущая тенденция краткосрочная, она вверх. И вот мы так получили уровни для коррекции. Также хотелось бы, допустим, прочертили сначала экстремумы. Вот, допустим, рассмотрим S&P 500. Популярный фондовый индекс. Допустим, вы прочертили уровни именно по экстремуму. Потом также наложили, допустим, сетку Fibonacci. Вот смотрите, у нас здесь определены уровни по экстремуму, по недельному и по дневному. На графике S&P 500. Потом, что мы имеем сейчас? Последняя тенденция у нас краткосрочная, она вниз, она медвежья. То есть 19 сентября, вот этот столбик, 19 сентября по текущий день мы снижаемся по S&P 500. Соответственно, мы смотрим, где же у нас есть привлекательные уровни коррекции по Fibonacci. Вот мы расчертили эту сетку Fibonacci, линии Fibonacci, то есть от максимума до минимума. Сначала приложили к максимуму, потом приложили к минимуму. Что вот в итоге у нас получилось? Если мы посмотрим, то здесь у нас получается, вот этот уровень, он у нас 38,2. Здесь 50%. 50% он у нас находится на отметке, коррекция по Fibonacci, на отметке 1973,6. А уровень у нас по экстремуму, по конфигурации японских свечей, из трех свечей, 1978,3. То есть, как вы видите, практически находится рядом и сильный уровень, и уровень 50% по коррекции Fibonacci. То есть данная область, она, безусловно, будет сильная, потому что здесь совпало и экстремум, также совпала коррекция по Fibonacci. Конечно, есть небольшие отклонения, там 3-4 пункта, но это не столь критично. То есть всегда нужно понимать, что не бывает прям точно цифра в цифру. Всегда бывают небольшие отклонения, поэтому мы выделяем всегда зоны. То есть вот эта зона 1975 плюс-минус 2-3 пункта, она очень сильная. И, как вы видите, вот сегодня у нас максимум текущего дня 1974,9. То есть на одну десятую меньше, чем 1975, после чего мы отбиваемся. То есть данная зона, она является зоной сопротивления, что мы и наблюдаем. Несмотря на то, что сейчас у нас в 16.30 по Москве вышли позитивные данные по заявлению по сопи безработицы в Штатах, тем не менее мы пока не можем эту зону преодолеть по S&P 500, потому что у нас эта зона является сильным сопротивлением. Здесь есть сопротивление по Fibonacci, также есть и сопротивление по экстремуму. Получается, участники рынка здесь шортят пару. Простите, не пару, участники рынка шортят индекс S&P 500, фьючерс на индекс S&P 500. Пока что фьючерс его преодолеть не может, но тем не менее, на мой личный взгляд, мы можем пойти повыше по данному инструменту, по S&P 500. Пока что мы здесь не можем его преодолеть, эту область, что еще раз подтверждает, что если вы, допустим, увидели, что в одной области примерно совпали и уровни по экстремуму, также уровни по Fibonacci, то этот уровень очень сильный. Он очень сильный, поэтому там всегда необходимо быть осторожным. Если, допустим, у вас уже есть позиция, можно там частично пофиксировать прибыль, остальное без убыток перевести. Если, допустим, вы только думаете об открытии позиции, тогда подождите, что же в итоге будет. Либо у нас будет отбой, либо будет у нас пробой данной сильной области. Поэтому, на мой личный взгляд, можно использовать оба метода при определении уровней. И экстремумы конфигурации из трех японских свечей. Через экстремумы чертим уровни поддержки сопротивления. Переходим от большего таймфрейма к меньшему таймфрейму. Также еще используем и линии Fibonacci, то есть от минимума до максимума. Накладываем решетку Fibonacci, после чего выделяем три уровня. 38,2% и 50% и 61,8%. Также чертим через эти линии уровни. И уже смотрим, где же они у нас совпадают с экстремумами. Там, где совпадают, эта зона очень сильная. Наша задача именно, скажем так, анализировать сильные зоны. В сильных зонах у нас традиционно на рынке размещаются заявки. Либо на покупку, либо на продажу. И поэтому мы уже будем принимать решение, что же нам делать дальше. Уважаемые коллеги, наш удар подходит к завершению. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, а почему, например, не по телам свечей? Виталий, вы знаете, спасибо вам за вопрос. Вопрос очень интересный. Я думаю, тоже многих интересует. Почему не по телам свечей? Ну, потому что у нас именно экстремум, он, скажем так, является своего рода психологией. То есть там что-то произошло. То есть мы очень сильно подросли и там отбились. Значит, в этом, на этом экстремум, то есть, как вам объяснить по-русски, скажем так, попроще, чтобы не замудренно, не научно, сейчас сформулирую минутку просто так. Именно не по телам свечей, а по теням свечей, потому что, допустим, мы видели сильную тень. Это нам означает то, что там у нас была либо, допустим, заявка на покупку, либо на продажу, либо там у нас произошла фиксация. Фиксация позиций. То есть участники рынка выбрали эту точку для того, чтобы либо там зафиксировать прибыль, либо там разместить крупные заявки. Они это выбрали беспроста, поэтому эта точка, она является такой сильной психологической отметкой, и поэтому данные точки, они очень-очень эффективно работают. В целом можно и по телам свечей рисовать, допустим, по цене закрытия, по цене клоус, но я лично по опыту прошлых лет вывел такую закономерность, что именно экстремумы, именно те конфигурации, где очень сильные тени второй свечи, либо сильная тень вверх, либо сильная тень вниз, они достаточно очень эффективно работают, чем, допустим, те же самые уровни, если, допустим, чертить по цене клоус. Так, уровни обновляются. Какие со временем убирать, какие оставлять, то есть сколько времени живут уровни? Большое спасибо за вопрос, вопрос очень интересный. Что касается, допустим, недельного таймфрейма, то год я рассматриваю, смотрю за последний год, потому что на неделе очень мало сильных экстремумов, и все, которые есть за последний год, они все важны. Что касается дневного, то я смотрю за последний квартал. То есть у нас управляющие активами, то есть и, допустим, корпорации, отдел хеджирования, и пенсионные фонды, хедж-фонды, они всегда работают по кварталам. То есть у них вся отчетность квартальная, то есть они, допустим, в одном квартале получили прибыль, другому убыток, в одном квартале купили доллар, в другом евро. Поэтому я тоже ориентируюсь на квартал, смотрю, что у нас было за последний квартал, если дневки, если недельки, то за последний год. Как вы работаете на отбой или пробой уровней? Я на отбой не работаю, я работаю на пробой уровней. То есть я уже говорил о том, что сначала определяю с помощью фундамента тренд, потом определяю, чтобы уровни были пробиты определенные сильные, после чего уже жду, чтобы была коррекция небольшая после пробоя, и я захожу в эту позицию. Бывает так, что если, допустим, есть очень сильные фундаментальные идеи, я могу сработать и на отбой, если есть сильные фундаментальные идеи. Но в основном я все же сторонник именно пробоев. То есть жду сначала пробоя, пробоя я использую в лондонскую сессию на валютных парах. В лондонской сессии она у нас по летнему европейскому времени, сейчас у нас летнее европейское время, в конце октября переведут на зимнее европейское время. Так вот, по летнему европейскому времени с 11 до 7 вечера, с 11 утра до 7 вечера по Москве, в зимнее европейское время с 12 часов дня по Москве до 8 вечера. Я смотрю, чтобы пробой сильного уровня, то есть цена закрытия была на два размера спреда и выше, чем этот уровень, была именно в лондонскую сессию. Почему в Лондоне? Ну, потому что у нас Лондон финансовая столица на валютном рынке Форекс. В Лондоне у нас именно обрабатывается практически большинство заявок очень крупных. Соответственно, если в Лондоне пошли объемы, допустим, объемы двинули наверх или объемы двинули вниз, значит это неспроста, значит это кому-то нужно. Если все это укладывается в совокупности с фундаментальным анализом, то есть фундамент наверх, мы в Лондоне пробили сильный уровень сопротивления или фундамент вниз, а мы пробили сильный уровень поддержки в Лондоне, значит у нас есть очень хорошая тенденция и можно попытаться на этом заработать. Еще раз подчеркну, это не стопроцентная формация, всегда можно получить стоп-лосс, но тем не менее шансы очень высокие. Я вот лично действую так. Так, как строить уровни на будущее? В том же S&P 500 выше, наверное не 1220, а выше 2220. Что касается уровней повыше, то здесь нам в помощь может подойти та же самая решетка Fibonacci или не Fibonacci. У нас есть как уровни коррекции 0.38, 2.0.50. Вот уровни коррекции обозначены 0.61, 0.8. Также есть уровни расширения, то есть вы ту же самую сетку делаете и она у вас дальше чертит уровни. Уровни уже расширения 38.2, 61.8 и 2.61.8 и так далее и тому подобное. Так, три свечи искать, например, дней в интервалах недели, недели, месяц, квартал, полугодие. Альбек, я что-то, скажем так, не понимаю немного ваш вопрос. Что касается как искать три свечи, хорошо, давайте еще раз тогда включим трансляцию рабочего стола и еще раз найдем эти три свечки. Смотрите, здесь у нас... Сделаем чистый график, чтобы было удобно. Вот, чистый график, чтобы здесь было все понятно. График с нуля. Берем дневной таймфрейм. Вот смотрите, Альбек, дневные свечки. Нам необходимо на эти три свечки. Вот первая свечка, допустим. Вот вторая, у нее длинная тень вниз. И вот третья свечка. Вот эта длинная тень вниз. И здесь вот цена минимума для нас будет являться экстремумом. И мы через нее прочертим уровень поддержки. 1925,8. Вчера мы как раз немного пробили вниз этот экстремум, этот уровень поддержки. После чего сразу же от него отбились. Вот смотрите, у нас есть уровень на дневках по S&P 500. Мы, допустим, посмотрим сейчас на часовые свечки, что у нас было здесь. Видите, мы такой легенький прокол вчера совершили. И после чего резко отскочили наверх. То есть здесь были расположены заявки на покупку. Почему я и говорю, что на уровнях поддержки крупные участники рынка покупают. На уровнях сопротивления они продают. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Так, а можно использовать фракталы Williams? Можно использовать фракталы. Я просто не сторонник фракталов. Я вот лично для себя определил вот именно такой подход. Экстремумы, три свечных конфигурации, а также линии Fibonacci. И достаточно эффективно это все работает уже на протяжении длительного периода времени. Можно использовать фракталы. Все, что вашей душе угодно. Я просто сейчас рассказал именно свою методику. Как я сам определяю уровни, допустим, которые вам озвучиваю на вебинарах по обзору рынка. Как раз я вам, если вы, допустим, внимательно слушаете вебинар, я всегда говорю, допустим, этот уровень сильный, этот уровень менее сильный, этот уровень очень сильный, этот уровень второстепенный. Как раз я и выделяю именно уровни, допустим, если уровень более сильный, там у нас экстремум проходит в этой области, и уровень Fibonacci, уровень более сильный. Или, допустим, тень очень высокая, или вниз высокая, или она ушла высоко наверх, или очень сильно упала, ушла вниз. Этот уровень очень сильный. Поэтому я всегда на вебинарах выделяю, допустим, этот уровень сильный, этот уровень второстепенный, менее сильный. Даже, допустим, на дневках мы можем увидеть два совершенно разных уровня. Один уровень будет более сильный, другой будет менее сильный. Тем не менее, несмотря на то, что у нас один и тот же график, дневные свечи, одни и те же конфигурации, допустим, те же самые три столбика. Потому что не каждый уровень на дневках и недельках он является очень сильным. Есть уровни более сильные, есть менее сильные. О том, какие уровни более сильные, я вам сказал, это где большие тени на второй свечке. Так, можно определить, что, например, квартальные экстремы сильнее создавшихся в месяц и так далее. Альбек, я, знаете, честно говоря, не забегал так далеко вперед, квартальные, годовые экстремы на тысячелетия. Возможно, они сильные, возможно, нет. Экстремов очень много. Я просто смотрю вот именно дневки, недельки, этого достаточно. Можно, конечно, забегать дальше вперед. Но вот, например, экстремы на месячных таймфреймах. Имеется в виду экстремы, если смотреть на свечную конфигурацию из трех свечей, то есть первая свеча, вторая свеча рисует тень, третья свеча ниже, допустим, или выше, то вот на месячных таймфреймах они хуже работают, чем на тех же самых недельках и дневках. Вот из всех таймфреймов я просто анализировал все таймфреймы, и пятиминутки, и часовики, и четырехчасовики, и дневки, и недельки, и месяцы. И потратил очень много времени на изучение, и вот пришел к выводу со временем, что дневки и недельки наиболее эффективны. То есть я, в принципе, вам сейчас избавляю вас от этой возможности тестировать большое количество временных таймфреймов. Я сам этим занимался, не спал несколько ночей. Скажем так, я был в начале своего трейдерского пути адептом технического анализа, если так вы можете сказать. Небольшая шутка. Вам для поднятия настроения, потому что не нужно всегда проводить очень серьезные вебинары, но всегда необходимо, скажем так, немного добавить шуток, чтобы настроение было у всех хорошее, чтобы не были мы все столь загружеными. Так вот, я был адептом этой секты технического анализа. Я днями и ночами смотрел за этими графиками, все изучал. Очень много книг у меня именно в бумажном виде, даже не в таком электронном виде. У меня там еще книг не счесть, наверное, под сотню наберется. Ну, не знаю, под сотню, под 50, наверное, точно. Я и бумажных книг, книги покупал, много денег на это потратил. Там книги толщиной под тысячу страниц, то есть там супер технический анализ, как только они называли в этих книгах. В общем, я просто вступил в эту секту, и я был адептом технического анализа. Вдоль и поперек все эти графики проанализировал. Что-то получалось, что-то не получалось. Со временем я понял, что, допустим, на адресном промежутке времени теханализ не работает. Только если его используют в совокупности с фундаментом. Если один теханализ, то, допустим, три года невозможно зарабатывать только на одном теханализе. Только по одной, допустим, стратегии. Да, можно зарабатывать там один год на одной стратегии, второй год сразу же меняем, уходим на другую стратегию. Но обычно бывает так, что человек взял стратегию и думает, что все, теперь он всю жизнь будет на ней зарабатывать, на самой пенсии и на пенсии поторгует, скажем так, заработать себе на хорошую пенсию, чтобы путешествовать. Как у нас есть такие, допустим, очень красивые рекламные объявления, что там торгуете, лежите, вы там загораете на пляже, рядом с вами ноутбук и вы торгуете на Форексе, все очень легко. Ну вот, честно говоря, не видел я таких трейдеров, которые лежат, загорают на пляже и торгуют. Обычно все трейдеры сидят днями и ночами у мониторов и в итоге ничего практически ни у кого не получается. Как раз не получается именно потому, что все, скажем так, выше вошли в эту секту технического анализа, но необходимо все-таки вступить в секту фундаментального анализа. И вот я тоже, скажем так, пошел в фундаментальный анализ. И не скажу, что сейчас я являюсь адептом фундаментального анализа, нет, я использую все в комплексе. То есть сейчас мой подход более разумный, если, допустим, лет 5-6 назад я просто, скажем так, с ума сходил от этих графиков, от этих индикаторов, что у меня только не было на моем торговом терминале, там было десяток индикаторов, у меня столько было списано тетрадок по этому теханализу. Сейчас я все делаю в комплексе, определяю тренд по фундаменту. Не зря же он называется фундаментальный анализ, да, от слова фундамент. То есть фундамент, я знаю, думаю, понимаю, я думаю, все знают, что это означает. То есть не технический анализ назвали фундаментом, а именно фундаментальный анализ от слова фундамент произошел. Поэтому с помощью фундамента определяю тренд, а уже теханализ и еще возможности, как этот тренд можно использовать для того, чтобы заработать. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективно все в комплексе применять. Не стоит уходить куда-то в одну крайность. Сначала в крайность техоанализа, затем в крайность фундаментального анализа. Нет. Должно быть все достаточно разумно. Используем оба вида анализа, все разумно, все в комплексе и пытаемся на этом заработать. Александр, по техоанализу книг много, а по фундаментальному? Татьяна, да есть ли по фундаментальному анализу? Единственное, что, конечно, мало книг по фундаментальному анализу, еще меньше их в исполнении отечественных авторов. Да, действительно, тема фундаментального анализа не раскрыта, поэтому книг очень мало. Поэтому, да, действительно, фундаментальный анализ изучать гораздо тяжелее, чем техоанализ. Ну, понимаете, почему техоанализ много книг? Ну, потому что это все достаточно так несложно. Согласитесь, все-таки фундамент гораздо тяжелее, в разы тяжелее. Техник открыл график, начертил индикатор, начертил экстрем, начертил уровни Фибоначчи, обычные уровни через экстрем и дал краткую аннотацию, составил книгу, обложку, сходил в типографию, заключил договор с издательством, все вроде бы замечательно. Фундаментальный анализ здесь уже посложный, здесь нужно думать, скажем так. В теханализе тоже нужно думать, но гораздо меньше. А вот в фундаментальном анализе нужно включать мозги, включать мозги, причем на полную мощность, иначе если мощность будет не полная, то успеха не будет. Так, каким образом освоить фундаментальный анализ? Есть книги в фундаментальном анализе, допустим, могу посоветовать отечественного автора, я надеюсь, это не как реклама, просто раз спрашивают у нас, какие книги, поэтому могу посоветовать, его зовут, так, сейчас минутку, я напечатаю. Фамилия Якимкин, зовут его Василий, наш отечественный специалист, у него есть книга, так и называется, фундаментальный анализ. У меня она есть в бумажной версии, я не знаю, может быть она есть и в электронной, да, точно я вспомнил, в электронной версии она тоже есть, она есть и в бумажной, и в электронной версии, поэтому можете скачать в интернете, в поисковике, можете купить бумажную версию, все, что вам удобно. Скажу, что, ну вот прям эта книга такая, стопроцентный помощник, там есть много интересного, есть много лишнего, в этой книге там 600 страниц лишним, допустим, страниц 300 графиков, фракталов, различных скользящих средних, то есть вроде бы отношения к фундаменту не имеющих, то есть это теханализ. Получается книга очень толстая, по делу, наверное, одна треть, одна треть вообще без дела, и одна треть такая, такой курс экономики, первых, точнее, первых таких курсов института, скажем так, что такое экономическая теория, там, экономисты, Митчелл и так далее, тому подобное, то есть в книге собрано очень все, и есть интересные моменты, есть моменты ненужные даже, на мой взгляд. Можете почитать эту книгу, возможно, для себя что-то почерпнете интересное. Я также для себя ее, в том числе, и почерпнул. В этой книге есть интересные моменты. Большое спасибо этому автору, все-таки очень мало книг, еще меньше книг от наших отечественных специалистов, поэтому большое спасибо автору, что такую книгу издал. Единственное, что такое вот пожелание у меня было бы, чтобы в этой книге все-таки было бы поменьше графиков, технических различных индикаторов, все-таки побольше было бы именно вот фундаментальных событий, описано, скажем так. И единственный также минус в этой книге, она книга издана в 2005 году, то есть сейчас год 2014, много событий, во-первых, изменилось, с одной стороны, можно подумать об этом, с другой стороны, понимаете, тогда у нас в конце 2000-х начался процесс вот этих стимулирующих мер, ставки были загнаны в ноль по ведущим банкам, то есть такое событие случается очень редко и крайне редко, и поэтому сейчас у нас своего рода новая экономика такая, поэтому здесь тоже некоторые моменты, которые в этой книге описаны, они не работают сейчас, потому что у нас сейчас немного другая монетарная политика. В этой книге описаны методы, которые работают при обычной монетарной политике, когда ставки, допустим, находятся на уровне 2-3-4%, они повышаются, понижаются, то сейчас посмотрите на ставки в Еврозоне 0.05, в Штатах 0.25, в Англии 0.50, то есть совершенно другая монетарная политика, совершенно по-другому работает фундамент, поэтому в этой книге тоже, скажем так, ответы на все вопросы вы не получите, но тем не менее базовые для себя законы вы сможете уяснить, поэтому, на мой взгляд, книга интересная, можете ее почитать. Кто знает, возможно, через некоторое время, Татьяна, вы также сможете написать книгу фундаментального анализу, почему бы нет, изучите сейчас фундаментальный анализ, там в этом году, в следующем году, будете хорошим экспертом, и издадите книгу, и мы будем ее также читать. Александр, вы бы написали в взаимосвятиях разных рынков, написал Сергей, где, уточните, пожалуйста, я попробую написать, уточните, пожалуйста, где, и есть ли у меня возможность для того, чтобы это написать, скажем так. Уважаемые коллеги, хотелось бы сделать небольшие анонсы на завтра, в пятницу, 10 октября, мы проведем вебинар по обзору валютного рынка в 10.30 по Москве, рассмотрим текущую ситуацию, как вы видите, ситуация такая очень интересная, мы наблюдаем и рост котировок по валютам, и снижение котировок, то есть вроде бы и коррекция назревает, вроде бы и коррекции пока не видно, то есть опять снижаемся, вроде бы растем, то есть ситуация такая запутанная, поэтому, безусловно, будет нам завтра о чем поговорить с вами в 10.30 по московскому времени, поэтому приглашаю всех желающих принять участие. На будущей неделе мы также будем проводить вебинары ежедневно, с понедельника по пятницу, и в 10.30 по Москве обзору рынка, и также тематические вебинары через неделю, в четверг, 16 октября, поэтому приглашаю вас принимать участие в наших вебинарах. Так, разных индикаторов, книги хотя бы небольшой. Сергей, большое вам спасибо за ваше пожелание. Пока что в данный момент я не могу написать книгу, просто я еще, скажем так, не дошел до той стадии, чтобы быть автором книги. Возможно, со временем, почему бы и нет, возможно, прибавится у меня больше знаний, больше опыта, и, возможно, напишу книгу, возможно, нет. В общем, поживем и увидим. Пока что в данный момент я себя не вижу как автором книги, потому что я еще все-таки не такой, прям уж специалист очень сильный. Безусловно, есть у меня понимания определенные, но еще, скажем так, учиться и учиться. Поэтому я еще учусь. Вот когда научусь, когда созрею для этого, возможно, и напишем, почему бы и нет. Большое вам спасибо за пожелание. Уважаемые коллеги, также хотелось бы сказать, если у вас есть какие-либо пожелания по вебинарам, возможно, вам хотелось бы услышать какую-либо тему, там, вот вы, скажем так, выступали с пожеланием, чтобы провести тему по поддержкам и сопротивлению, мы сегодня ее провели для вас, возможно, есть какие-либо еще темы у вас интересующие, поэтому сейчас вы можете указать об этом, и, безусловно, мы такие вебинары проведем, потому что мы работаем для вас, для наших трейдеров, для наших клиентов компании FreshForex. Поэтому сейчас у вас есть возможность написать свои пожелания, и мы будем проводить данные вебинары. Так, будет ли вебинар по фундаментальному анализу? Татьяна, какой именно тема вам бы хотелось услышать по фундаментальному анализу, потому что фундаментальный анализ, он очень такой многогранен. Вот, допустим, на будущей неделе у нас будет тема по фундаментальному анализу, мы будем рассказывать про Федрезерв. Что же это Федрезерв? В этом месяце у нас седание Федрезерва, Федрезерв завершает программу КУЕ-3, и поэтому, что ждать от Федрезерва на ближайшую перспективу, об этом мы поговорим на будущей неделе. Также мы посмотрим, как все эти события отразятся на рынках, допустим, на валютном рынке, на фондовом рынке. То есть, что ждать от Федрезерва, во-первых, во-вторых, как это все отразится на финансовых инструментах. Также уточните, пожалуйста, какую другую, возможно, вам тему. Вот, допустим, я думаю, можно провести по онфарм-перелсам. Если вам эта тема интересна, мы также можем провести данную тему. Допустим, у нас онфарм-перелсы в пятницу, мы можем в четверг на канале онфарм-перелсов поговорить о том, что это за индикатор, как можно его прогнозировать. Также, допустим, как его анализировать в совокупности с другими индикаторами, как он влияет на доллары, или, допустим, как он влияет на фондовый рынок. Можем поговорить о перелсах, допустим. Так, если перелс интересный, тогда мы запланируем, что, допустим, либо перед ноябрьскими перелсами, либо перед декабрьскими мы проведем вебинар на эту тему. Большое вам спасибо за пожелание. Уже более точно я вам сообщу уже, скажем так, через некоторое время. Либо мы проведем это в первую неделю ноября, либо в первую неделю декабря. То есть, в этом году мы проведем данный вебинар. Раз вам это интересно, тоже поговорим о том, как можно прогнозировать перелсы и как можно прогнозировать динамику валютных пар. Уважаемые коллеги, большое всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам всем сегодня понравился вебинар тематический, как определять уровни поддержки и сопротивления. Буду стараться и впеть вас радовать интересными вебинарами. Поэтому всегда следите за мной на нашем сайте freshforex.ru. Мы для вас проводим вебинары ежедневно. Вебинары все бесплатные. Поэтому от вас только желание участвовать в этом вебинаре. Еще раз желаю всем успехов, попутного тренда и до новых встреч.